Дорогие друзья, мы рады вновь быть с вами, на самом деле это прекрасное время, но такой прекрасный праздник, еврейский праздник, быть соучастниками и быть людьми, которые на самом деле разделяют эти обетования, хотя есть на самом деле вопросы, но тем не менее мы хотим верить, что церковь, верующие являются соучастниками с народом Божьим. Со мной в студии, наверное, вы уже узнали, это прекрасный служитель и Авиэль Стангевич, то что буквально каждое воскресенье он с нами делится словом очень глубоко, очень сильно и вы на самом деле можете это подтвердить. И по правой руке от меня вы также очевидно знаете Бориса Уловича Грисенко, раввина, раввина мессианской общины в Киеве, это известный человек, легенда, который каким-то чудом очутился с нами, да. И я хочу позадавать ему хорошие вопросы для того, чтобы мы с вами узнали что-то... Развенчать легенду, развеять ее. Понять, да, и понять на самом деле, каким образом мы как церковь связаны с евреями или не связаны и особенно, особенно я хотел узнать, вот первый вопрос я хотел задать, так как, наверное, каждый зритель, телезритель задает этот вопрос, потому что я себе задавал этот вопрос долгое время. Почему мы верой берем, что каждый задает? Я думаю, что каждый, я думаю, что каждый. А каким образом, по какой причине церковь должна соблюдать или не должна соблюдать еврейские праздники? Я слышал такое учение, я слышал такое понимание, что существуют не просто еврейские праздники, существуют господние праздники. Верующие называют это господними праздниками, которые Бог сказал исполнять вечно. Вечно. Сегодня церковь делится на тех, которые не хотят исполнять эти праздники и считать их господними. И другая половина церкви, которая считает, что да, мы можем исполнять, и да, мы можем присоединяться к еврейскому народу и относиться к Библии, как то, что действительно Бог заповедовал и сказал нам исполнять. Что вы скажете на этот счет? За годы моего служения я познакомился с несколькими точками зрения, с несколькими точками зрения на этот вопрос. Первое. Это простая и ясная точка зрения, что на самом деле христиане не должны исполнять ничего еврейского. В то же время возникают вопросы, как быть с Библией, которая вся насквозь еврейская. Да, это конкретно. Причем последняя книга Библии, Откровение Иоанна, она настолько еврейская, что завершающая, последняя хронологическая книга Библии, она одна из самых еврейских книг Библии. Там описаны все отзывы еврейского служения, еврейского храма. Там просто огромное количество явных и скрытых цитат из Танаха. Да, да. И сам строй, и все. Ну, в общем, понятно. Это первая точка зрения. Христиане не должны. И даже более того, если они это делают, они уже под серьезным подозрением. Объевреевание. Может быть, они даже где-то поступили на службу мировому Кагалу. Это одна точка зрения. Вторая точка зрения. Вторая крайность. Ну, с моей точки зрения крайность. Христиане обязаны исполнять все, что написано в Торе. Торе, в том числе, обязаны праздновать праздники, которые указаны в Торе. И обязаны исполнять в точности, как они указаны. Есть промежуточные точки зрения. Третья точка зрения, первая из промежуточных, за то, что христиане могут, могут иногда праздновать эти праздники. Могут праздновать. И, когда они их празднуют, они должны понимать, что они, ну, в принципе, в опасности, конечно. Но, как бы, если во всех этих праздниках постоянно видеть только Ишуа, Господа Иисуса Христа, то опасность эта несколько купирована. И четвертая точка зрения, что на самом деле, если мы, как верующие Нового Завета, евреи, неевреи, верующие из разных деноминаций, если мы празднуем эти праздники свободно, не находясь под игом ритуальных заповедей, но принимая эти праздники как благословение Бога, то мы действительно будем благословлены каким-то особым дополнительным образом. В то же время, если верующие не празднуют эти праздники, они не находятся под проклятием. Мне очень нравится, на самом деле, ответ Бориса Саудовича, потому что я смотрю и я думаю, я прямо чувствую, как люди задают вопрос, какой же все-таки правильный путь, какой же правильный, чего нам держаться? Так я же намекал. Хорошо. Вы знаете, я думаю над этим вопросом, действительно, можно прийти к тому, что мы можем выбрать сами, да, мы можем выбрать сами, разделять ли нам то, что, по сути, Господь заповедовал еврейскому народу с ним, или же не разделять? Что-то мы с ним разделяем, что-то не разделяем. Я хотел задать вопрос о вере тебе и спросить, возможно, ты знаешь, вот атрибуты у нас сейчас на столе, вот атрибуты, яблоки, гранаты, мед, другие атрибуты, которые сопутствуют этому празднику, еврейский стол. А может быть, ты можешь разъяснить верующим людям, которые уже давно верят в Иисуса Христа, каким образом и как нам толковать эти атрибуты, и как нам толковать эти вкусные вещи, которые появляются на столах в еврейских семьях? Ну, во-первых, толковать вкусные вещи не надо, вкусные вещи надо есть. Во-вторых, на самом деле, толковать их, ну, примерно так вот, это как есть, я сейчас расскажу, что мы не выбирали, кто будет сесть по правую руку от Евгения, а кто по левую, просто так получилось. Так получилось, да. В Талмуде, в трактате Рожешана, номер 10, был написан спор между Раби Лезером и Раби Юшу, если я не ошибаюсь, где они говорят, когда же был на самом деле сотворен мир, то ли первого Ниссана, то есть в месяце Авиви, да, или первого Тишрея. И в конце концов приняли решение, что нужно праздновать его именно первого Тишрея. Некоторые говорят, потому что, получается, что если мы празднуем Новый год, то тогда принижается значение Песоха. А если мы будем праздновать и Новый год, и Песох, то люди могут неправильно понять, с чего же начинать, так сказать, все чудеса, которые Господь совершил. Первого Ниссана и первого Тишрея. Примерно это в какие месяцы? Вот примерно, первое Ниссан, это примерно апрель-май, в зависимости от календаря. Дело в том, что израильский, еврейский календарь, он всегда 360 дней, всегда 30 дней в году. И високосного года как такового не было никогда, его ввели, чтобы адаптировать его к христианскому, к календарю гигарианскому. И подумали, какой же месяц на самом деле ввести дополнительным, потому что было отставание ровно на 30 дней. Ну и решили, что если вводить какой-то дополнительный месяц, то самый веселый. И ввели месяц Адара, это тот месяц, когда празднется праздник Пурим. Чтобы, ну, весело, чтобы было, да? Чтобы не вводить еще раз праздник, наверное, Йом-Кипур и еще раз не поститься. Но это на самом деле мои догадки. Вот по поводу атрибутов, все на самом деле очень просто. Как и большинство традиционных еврейских праздников, я не говорю про праздники библейские, они все записаны в Тории. Сегодняшний праздник называется праздник Труп. И об этом тоже хотелось бы поговорить сегодня. Особенно практически все традиционные еврейские праздники, это уже, так сказать, изыскание современности. Это примерно от полутора тысяч лет назад до 1800 лет назад, примерно где-то так они образовались, именно традиции их праздновать. И один из них это праздник Роша-Шана. Здесь существует порядка 300 толкований того, для чего есть гранат, для чего яблоко, для чего мед. И каждый, я так понял, должен выбрать себе то, что ему нравится. Вот мне нравится такое толкование, что яблоко, оно у нас на самом деле красное, сладкое, это само по себе. Мы желаем сладкого Нового года. Почему яблоко нужно еще и макать, и в мед, к тому же. Некоторые говорят, ну, наверное, потому что так вкуснее. А на самом деле, Талму говорит, что у нас есть вот этот один сорт сладости, и он оставляет одно послевкусие, а мед оставляет другое послевкусие. И так же, как мы желаем каждому в жизни, чтобы было сладко, как говорится, в семейной и личной жизни, да, так же вот здесь мы благословляем то, чтобы было сладко и там, и там. Но это, опять же, одно из 300, по-моему, толкований. И оно как-то ужилось, и сейчас поздравляют вот с Новым годом, желают красивого Нового года, сладкого Нового года, и обязательно рисуют яблоко с медом. Но есть еще один атрибут, о котором не говорят. В Новый год принято благословлять и говорить, чтобы вы всегда были в голове, а не в хвосте. Да, на иврите лежит, ларошь, вы роли за нафт. И почему-то голову рыбы нигде не рисуют. А хотя принято есть именно голову рыбы, чтобы быть именно в голове, а не в хвосте. Но я думаю, что называется, ну, знаете, мы говорим одно, подразумеваем другое. Говорим Ленин, подразумеваем партия. То есть то же самое. В Новый год мы подразумеваем, что мы обязательно должны быть в голове, а не в хвосте. И третий атрибут, о котором мы сегодня говорим, больше всего это гранат. Ну, понятно, мы живем в государстве Израиль, по крайней мере, гранаты заражают именно к Новому году, потому что они должны быть на каждом столе. И опять же, есть масса всяких толкований на эту тему. И два из них мне нравятся. Так что, мне помню, два. Два. Господь, он целый, его нельзя воспринимать по кусочкам, его нельзя воспринимать и понимать его по одному стиху или по другому из Танаха. И внутри него заложены, я не читал, честное слово, но некоторые верят, что здесь есть 613 зерен. По числу заповедей, которые дал Господь. Это можно, конечно, заняться делом и посчитать. Только верой. Да, только верой. Но, тем не менее, есть люди, которые говорят, что здесь есть 613 зерен. Но более, так сказать, подходящее именно под сегодняшний день, под то, что мы живем с вами сегодня в дни прихода Мессии, это то, что гранат в себе объединяет всех евреев со всего мира. Потому что, если мы сейчас его вот так вот держим, он собранный, красивый, твердый, там, не знаю, вкусный на вид, но как только мы его разломаем, мы обратно соединить его не можем. И это должно быть что-то сверхъестественное, что сможет соединить гранат. И поэтому гранат ставится на стол, чтобы показать, что Господь собирает изначально всех вместе, и мы не можем разъединяться. То есть это символ единства. Ну, по крайней мере, вот то, что, опять же, из многих толкований паломудических мне по сердцу больше всего. Слава Богу, очень содержательно, очень просто исчерпывающе. У меня есть свое толкование в отношении того, почему на Новый год едят сладкий мед с яблоками, почему желают сладкого Нового года. Дело в том, что если почитать те местописания, которые зачитывают в синагогах в момент праздника труб, потому что трубы, они напоминают о том, что люди должны приготовить сердца свои к Господу, к пришествию Господнему. Они переосмысливают свою жизнь и думают наперед, на следующий год, какая жизнь у них будет дальше. Также те местописания, которые я уже зачитывал, о том, что Бог подсластит ту горькую жизнь вследствие грехов человеческих. Он говорит об Израиле как о том, который на самом деле будет иметь уже не горькую жизнь, а на своей земле будет иметь сладкую жизнь. И я толкую это, на самом деле, к тому, чтобы люди, желая сладкого Нового года, чтобы они уже избавились от своих грехов, и чтобы не было этой горечи, привкуса от той старой греховной жизни, чтобы люди вошли в эту новую жизнь со сладостями, с радостью, с благословением, чего, в принципе, мы все вместе желаем всем телезрителям. И есть еще такое благословение, когда говорят, пусть пройдет год и проклятие его вместе с ним, и придет Новый год и благословение вместе с ним. Слава Богу!